Этапы развития стиля Мода наделяет силой. Разработка персонального стиля – это способ проникнуть в собственный внутренний мир, а знание языка образов позволяет понять собеседника или даже случайного прохожего. Образ раскрывает творческий потенциал и помогает проявить свою личность, почувствовать себя полнее через красоту и уверенность, обнаружить скрытые таланты. У этого искусства есть разные уровни владения. Одежда – это не только вещи из разных материалов, но и прическа, косметика, парфюм, татуировки, накладные ресницы и волосы. Кроме того, при движении предметы издают звуки. Браслеты позвякивают, каблуки стучат, тафта на юбке шелестит, и эта мелодия – тоже одежда. Другими словами, к одежде относятся все средства для изменения тела, чтобы восполнить то, что, как нам кажется, ему недостает. Посмотрим, какие этапы мы проходим от первой идеи, а не изменить ли мне образ, до реализации. У кого-то все пять занимают часы, у других – годы, и это нормально. Номер один – отрицание. Одежда не имеет значения, мне уже поздно, вот похудею, тогда может быть. Номер два – интерес. Чтение книг и изучение тематических сайтов, вдохновляющие цитаты в соцсетях, а зачем мне это нужно, а что, и у меня может быть стиль. Номер три – планирование. Семинары, определение типа фигуры по тестам в интернете, сколько времени я могу оторвать от других занятий на задания. Посоветуйте специалиста. Сколько это стоит? Какая последовательность шагов? Что мне идет? Номер четыре – действия. Тут чтение книг скорее помешает. Нужны практические тренинги, составление коллажей, непосредственная активная работа над образом, пересмотр гардероба, покупка вещей, консультации у специалиста и выполнение практических заданий. Что? Задаетесь вопросами о силуэтах, узорах, цветах. Удачных находок немного, вам кажется, что нужен именно этот оттенок малинового для сумочки, а чуть теплее или темнее будет не то. На этом уровне человек и на себя смотрит как на вещь, пытаясь понять свое место в мире, таланты и ценности. С чем? В какой-то момент вы понимаете, что красивые подходящие вам вещи не обязательно хорошо выглядят вместе и наоборот. Неудачный оттенок или крой балансируется другой вещью. Вы задумываетесь о сочетаниях цветов, о пропорциях, о деталях и нюансах. На этом этапе человек думает об отношениях с другими людьми, учится взаимодействию для партнерского успеха. Как? Здесь вы чувствуете полную уверенность. Вы можете смело надевать юбку, как платье, базовый джемпер своеобразной горловиной превращать в сексуальную вещь с вырезом на спине. Вы поворачиваете рукава сорочки, драпируете свитер диагональными складками или завязываете в узел. Пришла пора осознать, что каким бы самобытным человеком ты ни был, какой бы диапазон связи и уровень решения конфликтов не имел, все равно перспектива есть только у гибкости. Умение свободно отказываться от отработанных установок и воссоздавать себя заново. Номер пять. Возрождение. На этом этапе полезно не останавливаться на достигнутом, но и не пересматривать бесконечно свой образ. Помогайте другим, подругам, коллегам. Анализируйте кино, модные тенденции и адаптируйте идеи под себя. Главный секрет, который отличает людей с персональным стилем от тех, кто одевается плохо, способ мышления образами, а не отдельными вещами. Чем тоньше, необычнее и длиннее вы можете выстроить цепочки ассоциаций между совершенно разными понятиями, тем выше ваш потенциал в сфере искусства стиля. Каждый из этих этапов важен и нужен. Перепрыгнуть тут не получится.